Летний сезон закрыли, открыли новый осенний. Тверские дайверы не прекращают погружаться в воду даже с наступлением холодов. Благодаря использованию специального снаряжения сухого гидрокостюма, они могут нырять в воду даже с самых минимальных температур. Под него одевается теплая одежда, утеплитель и позволяет гораздо дольше находиться в воде, нежели в мокром костюме. То есть это защита от замерзания, то есть его главное назначение это защита от холода. Но здесь, как говорится, главное не чтобы костюмчик сидел, а дайвер обладал навыком нырять в таком облачении. И тогда ему по плечу покорение любых глубин. Осенью и зимой, когда столбик термометра показывает минус, а земля покрыта толстым слоем снега, в плавании под водой есть своя романтика, уверяют аквалангисты. Когда наверху снега, бескрайнее, там холод, а под водой красота. И цветная картинка очень красивая, животные. Совершенно неожиданные, на контрасте с суровостью севера и подводный мир. В этом году холодноводный сезон дайвера откроют с погружения в озеро Сик в Осташковском районе. Этот водоем аквалангисты называют домашним. Так часто они сюда ныряют, но всегда с интересом. Здесь уже 75 лет лежит затопленный американский самолет «Дуглас». Это для любителей рекдайвинга, то есть путешествия к затонувшим объектам. Поклонники же подводной флоры и фауны отправятся на Белое море, а затем в Антарктиду. Когда у нас будет самый разгор зимы, там начнется лето. Правда, полярное и совсем не похожее на наше. На улице может быть до плюс 20, плюс 15, плюс 20 солнца. Если ветра нет, тепло в футболке можно. Вода всегда 4-5 градусов. Комфортная погода, хорошее лето у них в том полушарии. Любителям настоящего лета также будет чем заняться. В ближайшие месяцы тверские дайверы намерены покорять не только северные моря, но и южные. О погружении в Красное море аквалангисты пока не говорят. А вот так называемые дайс-сафари по Галапагосским островам ждут с нетерпением. Путешествуешь на корабле, он перемещается от острова к острову. Каждый дайв практически на новом месте. Для этого нужно любить море, быть готовым жить в каютах, в каких-то чуть стесненных условиях, не в отельных. Но обычно кораблях отлично кормят, команда отличная. То есть, если друзья, то это отличное время. А тверские дайверы – это настоящая команда единомышленников. В этом году клубу исполнилось 15 лет. За это время было подготовлено несколько сотен аквалангистов, которые затем побывали в разных точках мира. Как говорят они сами, нырнув воду один раз, перестать это делать просто невозможно. Одни выбирают для себя изучение подводного мира, флоры и фауны. Другие следуют затонувшие корабли. А третьи вовсе экстремалы. И мало погружения. Они забираются в пещеры и проводят там довольно долгое время. Но как бы дайверы не отличались друг от друга, их объединяет одно – чувство свободы под водой. Мне нравится ощущение невесомости под водой. Мне нравится дышать через, скажем, вкус воздуха из акваланга. Юлия Ильичева, Максим Андреев, телеканал «Пилот». Юлия Ильичева, Максим Анатольев, телеканал «Пилот». Юлия Ильичева, Максим Анатольев, телеканал «Пилот». Юлия Ильичева, телеканал «Пилот». Продолжение следует...